Вернемся к нашему маленькому проекту, коротким роликам по мотивам раскрытия точки зрения Олега Михайловича Нагалитского. В предыдущих сериях мы обозначили основную идею, с которой начинается то, что форма есть как нечто завершенное и актуальное, а предмет в ней становится. И первая форма, которую получает предмет, становящийся в форме, это форма данности. Теперь, сегодня… Можно сразу вопрос есть? Да. Одно, когда один секретарь по этому вопросу я присутствовал, может, на другом не присутствовал. Вообще, по-моему, Нагалитского называют форму и вообще всякую определенность. Я правильно говорю или не совсем? Ну, в некотором широком смысле – да. В том смысле, с которого начинается философия, так, пожалуй, тоже можно сказать. И в таком случае это означает, что всякая определенность находится на стороне мысли, но не на стороне предмета. Предмет есть чистое становление, которое происходит в рамках, которые полагают мысли. И первая, как бы, остановка этого становления состоит в том, что предмет – это нечто данное. Тут, как бы, парадоксальность этой стадии в том, что, хотя изначально актуально существует только форма, а предмета нет, строго говоря, он лишь становится, он только будет. Но, тем не менее, первая же форма, которую получает этот становящийся предмет – это форма данности. То есть мысль, форма, воспринимает этот предмет в качестве данного, то есть в качестве внеположенного. понятно, что мысль, она, как бы, может удержать свою историю происходящего, да, она понимает, с чего все началось. С того, что она есть, а предмета нет, он становится. Но, тем не менее, в момент вставшисти, в момент вставшисти он воспринимается как нечто внешнее мысли, внешнее форме. И здесь еще сегодня предполагают, что так, мы еще немножко, как бы, покружимся вокруг этой странной ситуации о том, что значит, что форма есть актуальная, а предмет становится. Далее, добавим несколько слов к тому, к характеристике вот этого уже первого результата становления предмета в форме данности. Здесь речь пойдет о свете. И закончим на том, как бы, противоречии, которое обнаруживается во всей этой ситуации, и это противоречие станет истоком, как бы, дальнейшего движения. Ну, вот это, как бы, совсем в коротких словах. Вот, теперь, значит, возвращаясь к тому, значит, еще раз немножко о том, что форма есть, а предмет в ней как возникающий, как становящийся. Здесь вот какой есть нюанс. В классической европейской философии, например, подобные формировки тоже можно найти. Но они имели значение следующее, что предмет становится в форме, но форма делает предмет лишь познаваемым. То есть он в некотором смысле обладает существованием самостоятельным от предметов. Это есть некоторая другая реальность, равная достойная реальности мыслей. Ну, самая развитая форма такой точки зрения – это у Гегеля, когда в исходном опыте, с которого начинается феноменология духа, он говорит, что обнаруживается сразу двое – это предмет и это мыслей, которая обнаруживает этот предмет. И они равноисходны. И между ними завязываются сложные отношения, которые разворачиваются, и все это разворачивание – это дальнейшая феноменология духа. Здесь история немножко другая. Строго говоря, есть форма, а предмета нет. То есть форма делает предмет не просто познаваемым, как сказали бы Кант, Фихт, Гегель, вся классическая европейская философия. А еще и есть форма существования этого предмета. Ну, это и форма данности. Да, форма данности. Я только хотел подчеркнуть, что речь не только о том, что форма делает предмет познаваемым, но и форма делает предмет как таковым. Существующим. Да, существующим данным. Стас, это к тебе, наверное, ответ на вопрос, является ли форма определенности. Ну вот, на самом деле, для классической традиции, действительно, форма, всякая форма – это форма определенности. Гегель говорит, что определить – это значит ограничить и так далее. Вот. Здесь же, как бы, форма оказывается в не меньшей степени формой существования. То есть, когда форма делает шар медью, говорит Аристотель, это не означает, что где-то до этого существовала какая-то медь. Мы с ней были опирены то ли куб, то ли что-либо. А именно в том, что шар делает именно… форма шара делает медь. В том смысле, что она его превращает в нечто действительное, в актуально существующее. В этом, казалось бы, многовидцы солидаризируются с другим известным философом – с Аристотелем. И, пожалуй, только с ним. Хотя можно спорить, так или не так, у Гегеля. Безусловно, для Канта, особенно для Фихта, существует некоторая сущность. То есть, например, просто красная точка. Для того, чтобы она была познаваемая, то есть, чтобы сознание восприняло эту красную точку, красную, красноту, то, полагает Фихта, самого сознания должно распределить его по некой поверхности. И в этом смысле говорят о том, что форма пространства является оплёрной формой расприятия вещей. Потому что точка не может быть красной. Тем не менее, некие чувственные и входящие свойства вещей, они полагаются возможно несуществующими. В этом смысле можно сказать, что любая философия до Моговицына и после Аристотеля является дуалистической философией. В отличие от Моговицына и Аристотеля, у которых эта философия не является дуалистической. Это означает, что никто второго начала принципиально восприятию не предпослал. Принципиально не предпослал. Это вот такое забавное обстоятельство, что когда у тебя форма является не только формой определённости, но и делает вещь существующей. Форма шара делает медь медью не в том смысле, что некая готовая медью располняется и заполняется больше полу шара. В том, что эта самая медь в этом самом акте, она по праву столько говоря и создаётся. И невозможно говорить о некой меди до меди формы шара. Это вот такой странный подход. Но хочу отметить его принципиально руманистичность, а не дуалистичность. Мне кажется, здесь ещё можно сказать о соотношении философии Наговицына с философией Канта. Это как бы соотношение очень важно. Дело в том, что у Кантови тоже на самом деле весь мир оформляется некими рода формами субъективными. Не можно было бы говорить о том, что в каком-то смысле и с точки зрения Олега Михайловича Наговицына и Канта они совпадают. Но у них есть принципиальные различия, состоящие в том, что у Канта всё-таки со стороны мира нечто выступает. То есть есть некая вещь в себе, и вот эта вещь в себе не даёт некоторую рода определённость тому, что оформляется. Есть нечто, что выражается в ощущениях или там даётся как материя, нечто потустороннее, которое само по себе присутствует. Так вот Олег Михайлович как бы устраняет эту вот возможность такого потустороннего, и у него получается, что со стороны мира вообще как бы ничего нет. То есть нет никакого сопротивления мира оформлению со стороны формы. То есть форма полностью как бы, когда выступает мир, когда как бы проектируется в него, она полностью адаптируется по отношению к тому, на что она направлена. А можно вопрос? А тогда вообще человек как объясняется, что как бы мы, мы же не властны над миром, мы же не можем творить всё, что хотим. Это просто вопрос воли, это вопрос уже более далёкой философии. А здесь речь идёт о восприятии, то есть теоретической философии, а не практической. Да, понимаешь, я соглашусь, что форма шара делает медь-медью, форма алюминия тоже делает медь-медью. Безусловно, это так. Но тем не менее, определённого рода разница есть. Но эта вот разница, она не выступает в качестве некого заранее предпосланного сущего. Как это происходит в философии Канта и Фихта. Ведь у Канта, по большому счёту, есть вещи в себе, то есть вещи сами по себе. У Фихта вот это есть самые чувственные, некоторые первоначальные данные, которые надо распределять по некой поверхности. Например, краснота как таковая. Здесь же нет такого понятия, что некое качество, нечто или некая медность предпосланного сознания. Она именно в этом акте взаимодействия, она и возникает. Поэтому форма, она гораздо интимнее и плотнее получается связана с миром, а не таким механическим способом, как у Канта. У Канта форма шара и всё. Форма пространственности – это одно, а собственное качество, то есть синевая вещь – это другое. Но здесь не так. Здесь вот именно форма. Это с одной стороны. С другой стороны, этот подход надо отделять от эдетического подхода. Эдетический подход, он говорит, что для того, чтобы увидеть медь, то есть её восприятие, нужно некая ряда сменности. Для того, чтобы увидеть стул, нужно некая ряда стула, что-либо ещё. Здесь как раз неэдетический плотность, потому что при всём при этом у тебя вот та самая форма, которая создаёт медь, она является качеством принципиально другой. Форма шара, с одной стороны, форма шара – это не то, что где медность размазывается по форме, по шару, да, с одной стороны. И с другой стороны, нет медности как таковой. Это тоже очень-очень важно. Медности как таковой нету. Форма шара её создаёт. То есть этот подход, он противоположен, с одной стороны, эдетическому подходу, с другой стороны, этот подход принципиально противоположен и априористскому подходу, элитуалистическому. Я, может быть, немножко о другом говорил, потому что форма выступает со стороны форма, мышление является формообразующим. Да. Ну вот, и как бы получается, что никакого предмета до формы нет, то есть фактически. Да. Мышление ничто не предпослано. Да. Так почему же тогда мышление само не может, так сказать, условно говоря, по своей воле что-то творить? Ну, потому что оно в этом смысле, оно не свободно, безусловно. Всё при этом оно не свободно. А почему? То есть это странно? То есть, кроме него ничего нет? Ну, вот не знаю. На такой вопрос, мне кажется, нет ответа. Почему мысль не произвольна? Ну, дело в том, что если мы берём концепцию другую, эдуалистическую, как Игорь говорит, то есть выступает нечто со стороны мира, тогда сразу становится понятно, почему мышление не произвольно. Вот смотрите, какая история. Тут дело ведь вот в чём. Хотя вот все слова, которые сказали мы здесь по очереди по поводу отличия от новоевропейской философии, о том, что единственный философ, позиция которого близка к позиции Олега Михайловича, это Аристотель, это всё чистая правда. Но здесь вот я бы вот что хотел подчеркнуть. Несмотря на то, что форма даёт определённость предмету, она даёт те рамки, в которых предмет становится, форма даёт этому предмету первое, что только возможно, форму существования, форму данности. Всё это благодаря форме. Но чего не делает форма совсем, и если бы она могла это делать, то тогда мы бы могли произвольно творить мир. Мы не создаём красное, как красное. То есть чувственное содержание, как чувственное содержание, форму не создаёт. Вот красное, оно становится красным. И эта форма придаётся, конечно, мыслью. Но мысль всё-таки не рождает это красное, как красное. Значит, есть что-то за пределами мысли, что порождает это? Можно как бы я тут... Ну, тут сейчас я поставлю точку. В общем, здесь, видимо, надо что-то такое сказать, но здесь я бы ограничился только следующим соображением, что это вот в этой точке очень хорошо видна всё-таки принципиальная разница между человеческой мыслью и божественной. Если бы мы могли творить красное, как красное, то мы были бы как боги. Мы могли бы творить буквально мир из ничего. Но наш ум так не устроен. Мы всё-таки красное, как красное, получаем. Все остальные формы даём ему, да. Но красное, как красное, мы не порождаем. Так вот. Дело в том, что, Стас, ты когда тогда задаёшь такой вопрос о произвольности и непроизвольности, это вопрос как бы внешний. И он как бы справедлив с внешней точки зрения. Но когда философ пытается выставить некого рода систему, он пытается начать с некого начала. Понимаешь, в этом начале нельзя задавать такие внешние вопросы. Эти внешние вопросы должны выясниться в процессе построения. В процессе построения потом должно выясниться, почему именно так, а не иначе это произошло. Потому что понятно, что должно быть как-то показано, что мы мир не творим. Что на самом деле каким-то способом всё-таки не то, что что-то преддано, а что нет никакого произвола. Но это вопрос уже построения. Это первое замечание. А второе замечание надо для того, чтобы понять, почему построения именно такового, а не иное. Дело в том, что когда допускается некий внешний толчок, как у Фихта, или вещи сами по себе, как у Канта и так далее, то возникает много всякого рода проблем. Потому что получается, что существует как-то мир сам по себе. Есть некая объективность. И вот есть некая наша форма. Есть некая субъективность. И соотношение субъективного и объективного, оно не поддаётся, на самом деле, если думаться, никакой логике последовательной. Почему? Потому что мы всегда находимся в субъективном, и мы не можем понять в этом внутри, как внутри субъективного может строиться нечто объективное. И вообще проблема соотношения субъективного и объективного – это одна из фундаментальных проблем в философии. Но для того, чтобы это противоречие разрешить, одним из способов его разрешения является построение системы, основанное полностью на субъективном. Когда мы признаём, что мир нам доступен только субъективной позиции. И тогда мы выстраиваем всю систему, основываясь на том, что мы имеем. А имеем мы наше тело. В философии отображается наша форма, чувственная форма. И мы имеем мышление. И всё, что нам дано, на самом деле, по-настоящему дано, это не нечто во мне, а вот данное чувство, чувственная наполненность формальная, и данность мышления. И мы на этом уровне должны выстроить систему. Мы должны выстроить систему, основываясь на субъективном, и исключительно удерживаясь только субъективным, не делая никакие объективированные предположения о том, как там само по себе всё равно существует, произвольно или непроизвольно и прочее. Вот если вообразить с внешней точки зрения, как всё это устроено, на самом деле, весь мир нам дан в ощущениях. Это старая такая формула. И можно вообразить, на самом деле, что мы фактически просто мыслим только то, что дано в наших ощущениях, то есть как вот некая данность чувств. Есть ли за этими чувствами какой-то мир и как он устроен, мы ничего об этом сказать не можем. Но мы можем пытаться понять, как вот в этих чувствах нечто дано. Как в этих чувствах нечто является. Как мы сами соотносимся с тем, что в этих чувствах проявляет себя. Вот это вот такая последовательная точка зрения, которая пытается исключить всякого рода непоследовательность, связанная с допущением чего-то как бы объективного. Как моим субъективным оно проявится, это вообще непонятно. Как в моё субъективное может вступить нечто и внешнее. Вещь в себе, это какой-то толчок или прочее. Да. Ну, я вот только хотел сказать, что я рад вопросам Стаса, потому что, собственно, серия этих роликов затеяна как раз для того, чтобы обратиться к внешним. И у внешних необходимо возникают вопросы с внешней точки зрения. Слава Богу, что эти вопросы звучат, потому что, я ещё раз повторюсь, да, нам троим уже просто очень трудно, мы настолько привыкли к этой системе мыслей, что нам трудно сообразить, как она выглядит для человека свежего. Вот поэтому, господа, вы не стремайтесь задавать нам вопросы. Вот мы по мере сил постараемся ответить. Вот. Я ещё хотел перед тем, как перейти к свету, подхватить одно выражение, которое прозвучало у Игоря про интимность всей этой первой ситуации. Она ещё, кстати, выражается в том, что, смотрите, если форма задаёт, собственно говоря, те рамки, в которых становится предмет, это означает, что, ну, в кавычках, конечно, да, пространственно разницы между мыслью и предметом нет. То есть между ними нет некоторого противостояния. Предмет прямо в мысли становится. И тем самым они совпадают. Ну, пространство. Тут ещё нельзя говорить о пространстве ни в каком смысле, да, это только метафора. Но, тем не менее, она, на мой взгляд, здесь очень полезная, потому что понятно, что это как бы внутренние, внутреннейшие отношения между предметом и мыслью возникает. И при этом, что совсем странно, ну, то есть, может быть, не совсем странно, да, но, обратите внимание, предмет, поскольку он ещё практически ничто, он только становится, то он в качестве ничто, понятное дело, не может оказывать никакого действия, никакого воздействия на мысль. Скорее, эта мысль может оказывать воздействие на предмет, но предмет сам на мысль воздействие оказывать не может, что, опять-таки, сильно отличает от классической европейской точки зрения, когда предмет воздействует на мысль. А здесь подобного рода выражение бессмысленно. Здесь предмет не может воздействовать на мысль. Но давайте к следующему пункту. Следующий пункт у нас еще не пара слов в характеристику вот этого ставшего предмета, получившего форму данности. Что еще? Здесь появляется такое слово, как свет. Свет определяется как нечто всецело становящееся. То есть это еще одно имя для вот этого вот становящегося, определяющегося постепенно предмета, который становится в рамках формы. И в этом смысле, Олег Михайлович, продолжая вот слова Булата о том, что здесь речь и в том числе идет об анализе чувства, ощущения человеческого, свет здесь не что иное, как непосредственная чувственная данность. Такое вот простое становление, вот свет светит и тьма не обнимает его. Это просто нечто происходящее без того, чтобы оно происходило на каком-то фоне. Это нечто становящееся. Помните, мы потратили кучу лет под водительством Олега Михайловича, потом он отказался от этого пути, начать с философию с анализа формы чувства. И в форме чувства есть некоторый предел, до которого можно дойти в анализе. Это то, что в форме чувства есть просто контраст, смена одного и другого. Нет ни одного, ни другого, но есть контраст, есть вот эта бесконечная какая-то смена, мельтешение. Тогда именно элитическая у него была позиция, потому что, собственно, в качестве как качество возникало что-то вроде Эйдеса, которое мышление придавало вот этому контрасту. То есть в контрасте чувства только различали, а Эйдес мышление придавало этому различению некие определенности в виде конкретно красного, синего, какой-нибудь звука звучащего и так далее. Да, ну в общем это как бы в конце концов путь был отвергнут, все-таки вердикт учителя состоял в том, что все-таки так начать не получается. Но некоторое следствие этого наблюдается и в теперешнем состоянии системы. А именно, вот кроме формы данности, этот предмет имеет форму света. Света в смысле нечто становящегося и некоторого такого без конца становящегося материального начала для всего остального прочего, что в рамках этой формы возникнет. Только слово материальный здесь, по-моему, карты путает. Дело не в том, что какой он материальный или нематериальный. Дело в том, что, как бы сказать, что вот можно представить, что вот мы, что человек представляет собой у него урода форму, да? А внутри этой формы заливается как нечто жидкое, да, предмет. Ну, если я так вот, такую можно метафору, да? То есть, как бы предмет, он как бы, составный предмет, если можно вообще о нем как-то говорить, возникает только вот эта вот некая текучесть, да, вот эта некая подвластность, некая форма. А форма – это тот способ, каким предмет удерживается уже как предмет. Если бы не было формы, то этой текучести, как бы, и этой текучести бы не было, да, ведь текучесть, она должна быть текучесть в некоторой форме. То есть, причем, как бы, это надо понимать на уровне чувства, что мы, собственно, так и чувствуем, да? Вот у нас уже заранее есть некоторая форма жесткая, да, такая уже определенная форма, да, и мы этой формой, как бы, собственно, и ощущаем. Да, вот мы, собственно, только таким способом нам и дано все остальное. Через эту форму, которая уже является для нас нечто, как бы, ставшим нечто данным чувством. Ну, если взять, например, конкретные чувства, мы видим уже, да, как бы, мы уже заранее, у нас уже способ видения уже обозначенный, он уже определенный, конкретный способ. И то, что мы видим, то, что становится в этом определенном способе видения, выражается в виде предмета. То есть предмет, как бы, возникает, когда мы, собственно, наш способ видения осуществляем. Потому что, ну, видение-то есть у нас заранее, оно же преддано. Ну, предмет возникает именно для нас, да, а не вообще. Предмет всегда тут говорится о субъективной делософии, пока не говорится ни о какой-то другой возможности. Тут, на самом деле, когда говорится о соотношении формы и предмета, нет никакого возможности иначе говорить. Естественно, для формы. Вот есть форма, да, и в этой форме становится предмет. Вот есть, например, если брать более близкий пример, зрение, да, оно является некоторым способом, каким может быть нечто дано. И когда зрение видит, то нечто как бы образуется в виде предмета, поскольку осуществляется форма видения. И в этой форме видения нечто как бы проявляет себя как предмет. То есть сам предмет просто нечто становящееся, и мы же когда видим, мы увидим, что какая-то вот картина, она так, она динамическая, она становится. Но в этой картине представляется вот некое упорядоченное нечто, да, оно определенное нечто. Оно как бы многообразно как бы оформленное. И вот это вот многообразно оформленное определенное нечто, это и есть та форма, которая как бы преддана, которая сама себя реализует в момент видения. Вот как понимается суть вопроса. Поэтому нет никакой предданности со стороны мира. Поскольку форма вот это вот, как видение, если мы говорим сейчас об этой форме, она уже заранее есть. Заранее не в том смысле, что она как бы помещается в мир. Она и есть исходное, это начало построения, что вот есть эта форма. Это некая исходная данность, не данность, а некая исходная определенность, некая исходная фиксированность. И потом мы наблюдаем, что в этой форме становится. И можно было так сказать, смотрите, если мы вот, допустим, в пространстве, это уже такой образный пример, много что движется. Для того, чтобы определить, что в этом пространстве движется и что становится, мы должны фиксировать какую-то точку отчета, какую-то систему отчета. Мы ее фиксируем и говорим, что вот эта система отчета стоит. И тогда уже определяем, что относительно ее все остальное движется. Так же и форма. Это та система отчета, которая как бы вот стоит и замерла. И тогда все остальное, оно относительно этой системы отчета движется. То есть форума это и есть именно то, что для нас является ставшим всегда. Форума всегда готова, всегда актуальна, всегда старшая. А все остальное в этой форме становится. Не знаю, донес я как бы то, что хотел сказать. Не, ну наша задача в том, чтобы предлагать разные попытки выражения знакомых. И мне кажется, тут можно перейти на самом деле такому понятию, как бытие, которое уже более близко для всех, потому что оно понятно, что это такое. Одно дело, когда мы говорим, что форма нечто определенное, нечто ставшее, нечто актуальное, и внутри этой формы что-то становится. Но это еще не говорит ничего о бытии. Это как бы некий предвопрос. А с другой стороны, мы говорим о том, что предмет есть. Это некоторое дополнение, некая новая определенность по отношению к тому, что мы говорим о предмете. Мне кажется, что форма предмет есть, и она выражается в философии Парменида. Это дальнейшее движение того, как форма определяет себя в предмете. То есть форма на самом деле есть нечто, что актуализирует себя. Вот она актуализирует себя одним способом, потом она актуализирует другим способом. То есть она, есть вот та активность, которая, единственная активность, потому что предмет пассивен. Он предмет, он форма, как бы, вот если мы, допустим, вот такое еще воображаемое. Вот если вот у меня руки, то я пространство помещаю, как бы из него, что вырезаю шарик руками. Вот предмет вот такой, как воздух, который я вырезал. А форма вот эти руки, которые могут вырезать из этого воздуха то, что она есть. Потому что она определенная. Она сразу вырезает то, что она может вырезать. И когда мы говорим о бытии, то это, как бы, еще один способ активности, каким форма определяет предмет. Она говорит, что предмет есть. Она говорит, или говорит оно есть. И вот эта определенность уже, она отличается от данности. Это не какая-то еще новая определенность. Ну да. Я тут сейчас просто капочку, да. Мы об этом говорили, но действительно, может быть, с подачи Булата это повторить перед завершающим пунктом сегодняшней порции. Смотрите. Форма, самое начало, да. Форма есть, предмета нет. Он лишь становится. Потом он получает первую собственную определенность. Форма данности. То есть, никаких дальнейших деталей. Это просто нечто данное. Что это за нечто, еще неизвестно. Еще непонятно. Форма, как бы, еще этого нечто не определилась. Просто понятно, что оно данное. В этом смысле, в этом смысле, можно говорить о том, что это первая форма существования. Вот просто есть. Есть, непонятно, что есть, но просто есть в качестве данных. Тут форма данности с формой бытия совпадает. Другой стороной этого же момента, ставшего предмета, первой остановки в становлении предмета, является то, что все-таки в себе, в себе, этот предмет есть свет. То есть, становящаяся неразличимая в самой себе сущность. То есть, оно еще как нечто, как что-то не определилось. Оно получило пока только первую форму бытия, первую форму данности. Больше ничего с ним не произошло. Так, а этот предмет, чтобы о нем говорить, он же должен быть как-то дан в ощущениях? Ты разделяешь ощущение и предмет. Ощущение есть предмет. Ну, в смысле, да. Он не разнещенно. Да. Он просто дан. И непонятно, что дано. Вот на вопрос, что здесь, нельзя ответить. Ну, дан в ощущение. Да нет, ощущений никаких нет. Просто предметы. Ну, смотрите, вот построение от нуля, с нуля. Хорошо, пусть предмет дан. Ну, ты ощущение противопоставляешь предмету. Просто дан предмет. Дан предмет, но он же не говорится, какой именно, а какой-то непонятный такой. Да, просто какой-то что. А такое бывает, что дано было ни что-то дано, а непонятно что. В феноменальном опыте вряд ли. Но здесь вот аналогия. Недаром, я думаю, берет Олег Михайлович слово свет для описания того, что это есть. Оно есть, оно данность, но что это, непонятно. По поводу охарактеризовать, что это, он говорит свет. Имеется в виду прямая иллюзия ко всем этим предельным религиозным текстам, когда говорится, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Речь именно об этом опыте. Феноменально он, видимо, недостижим. То есть, как бы вот так вот пережить такое состояние, что видишь нечто, но непонятно что, и остается только лишь некоторая достоверность, что это нечто данное. Все-таки это нечто, что-то есть, что-то происходит. Ну так, а мне кажется ли, может быть, такая ситуация происходит, что вроде пытаемся, так сказать, отрешиться, мы пытаемся, мы говорим о том, что ничего нет как бы со стороны мира, да, потому что это как бы недоказуемо, мы пытаемся это как бы все построить систему с нуля. В то же время вводим некое такое природное утверждение, которое непонятно что вообще. Ну что, есть оно, что-то есть. А что? Нет, ну смотрите, это, нет, в данном случае тут чисто логически, я думаю, это можно понять. Это, я затрудняюсь перевести такой феноменальный опыт, хотя вот один из персонажей, которым я занимался, французский феноменолог Левинас, он, например, считал, что в опыте бессонницы нам как раз вот эта чистая данность и предъявляется. То есть его идея была в том, что в опыте бессонности мы переживаем как бы простую данность без качественной определенности, что собственно-то оно. Но поскольку тут я не могу сказать, что штудировал вопрос бессонницы, я просто не умею погружать себя в такое состояние, я просто сплю. Вот, ну вот если кто-то имел опыт бессонницы, вот попробуйте вспомнить и соотнести, вот насколько это справедливо. То есть его была идея в том, что в опыте бессонницы мы как раз сталкиваемся с чистой данностью, когда непонятно что дано. И в этом как раз вот вся тягостность бессонницы и состоит. В смысле это на грани рассудку? Ну да, можно сказать по-другому, но есть же сознание как таковое, не то что, не сознание чего-то конкретного и определенного, а сознание просто. Ты находишься вот в сознании и все. Не что-то конкретно сознаешь, не сознаешь ни себя, ни какой-то предмет, ни какие-то определенности, а просто находишься вот в сознании. И вот это нахождение в сознании есть в том, возможно, о чем как бы описывается. И даром есть метафора света, да? Свет – это метафора сознания. И всегда связана с сознанием. Вещь идет просто о том, что сознание включено. Так а что будет связано, если мы вообще все чувства отключим? Когда вы говорите о чувствах, вы впадаете каждый раз в повышенное рассуждение, что чувство противопоставляется предмету, предмет приходит, чувства его ощущают и так далее. Здесь как бы та элементарная логика, некая элементарность, в котором нет вот этого различения между предметами и чувствами. И все это как бы, оно чисто, как сказать, мы привыкли к этим рассуждениям, что чувство противопоставляется предмету. На самом деле, если мы вдумываемся, как все это происходит, то мы видим более элементарные акты, которых этого различения нет. Как ты вот различаешь, это чисто теплоты от предмета, как? Нет, теплота, все, что есть феноменально, только теплота. Потому что добавить к этой теплоте, что это теплота предмета, тебе нужно синтезировать то, чем представляется предмет сам по себе, с теплотой. Ты должен совершить два акта, а не один. Поэтому высказывание о предмете, который теплым, это более сложное высказывание, чем более элементарное высказывание, что нечто теплое. Вот здесь вот, на самом деле, еще не дошли еще до предметов, тут просто теплое. Ну как бы, ну и даже теплого нет, а просто есть сознание включенное. Вот, я, кажется, понимаю, из какой позиции ты задал вопрос. Ты имеешь в виду, что если погрузиться в такой феноменальный опыт, в котором нет никакой определенности, да, то есть просто орган, ну это известные опыты, да, когда человека погружают, там, лишают его всех органов чувств, погружают в раствор воды, где он не чувствует собственного веса, температура окружающей среды, как температура тела, все тихо, там, никаких раздражителей, вот речь об этом, видимо, исходя из этого. Нет, тут вот какая штука, смотри, вот этот опыт света, если он достижим, если он не просто логически, как бы, мысленный, или опыт бессонницы, о котором говорит Левинас, это немножко другое. Там не то, чтобы отключаются органы ощущения, там вот как раз в том-то вся штука, что там вот бесконечно какой-то чувственный контраст происходит, но он настолько мелкий и настолько быстрый, что ты не понимаешь, что сменяет одно другое, но что-то, что какое-то движение происходит. В этих опытах помещения в гомеостатическое состояние, там другое, там как раз этот контраст полностью выключается. И известно, что происходит с человеком. Человек, если долго там задерживается, то просто исчезает. Ну, то есть там сходит с ума, превращается в овощи и все прочие прелести. Вот. Нет, здесь другое, да, здесь вот некоторое мельтешение чувственное, некоторое контрастное чувственное остается, но нет все-таки, невозможно определить, что именно там происходит. Все равно то же самое. Все иначе, ну что-то есть и все. Да, что-то есть, да, единственное, что непонятно что. В опытах гомеостатического там ничего нет. И вот это страшно, это уничтожает человека. А здесь что-то есть, просто неизвестно что. Вот. Здесь мы поговорили хорошо, и есть еще только, может быть, ну, уже 35 минут.